Развитие цифровизации – важный фактор для развития страны. Это еще раз отметил в своей речи в Джогурку Кенишу президент Сорунбай Джейнбеков. В итоге последнего года впечатляют. На 99% оцифрованной школы интернет появился даже в самых отдаленных горных районах страны. На электронное обслуживание, экономию времени переходят больницы и другие медучреждения, правоохранительные органы. В селах республики открывают новые центры обслуживания населения, где можно даже получить водительские права онлайн. Как изменилась страна всего за несколько лет и какие еще позитивные перемены несет цифровизация, в репортаже моих коллег. Собрать все необходимые справки за день теперь есть возможность у жителей села Карол. Раньше на это могло уйти до недели, сейчас на обслуживание одного человека уходит примерно 18 минут. Можно получить любую справку из социальной и налоговой службы и даже оформить банковский кредит. Раньше из одного документа возились целую неделю, теперь можно все завершить за один день. Раньше приходилось съездить в районный центр, ждать там в большой очереди. С открытием цона мы стали существенно экономить время, на справку требуется всего несколько минут. В год сюда за справками обращаются примерно 7 тысяч человек, а всего в сельском округе живут 17 тысяч. Чтобы не было очередей, в едином окне работают 10 специалистов. Мы работаем уже второй год, все автоматизировано, мы в электронном виде сотрудничаем со всеми предприятиями. Граждане очень довольны, что многие вопросы с документацией решаются всего за несколько минут. Открытие автоматизированных центров обслуживания населения в Кыргызстане стартовало в рамках инициативы президента Сурон Байаджин Бекова по цифровизации и развитию регионов. Сегодня центр обслуживания населения открывается в самых отдаленных уголках страны. В горном селе Джилалды также работает единое окно. Теперь тут можно даже зарегистрировать автомобиль, получить номера и водительские права. На них тут же можно сдать экзамен. Все также в режиме онлайн. Раньше мы принимали экзамены в маленьких кабинетах, условий не было, а теперь все есть. Современное техническое оснащение. Можно сразу обслуживать несколько человек. О коррупции не может идти речи. Это уже второй центр обслуживания населения в Узгенском районе. В Едино-Кно ежедневно могут обращаться до 500 человек водителей, а также до 800 человек за получением паспорта и других документов. Этот центр уникален. Он представляет услуги трех видов. В селе его открыли специально, чтобы люди не ездили далеко. Тут густонаселенный район, и такие центры открываются по всей республике. В год цифровизации это особенно важно, чтобы облегчить обслуживание населения в электронных очередях. Цифровизация идет и в сфере образования. К интернету в стране подключено уже 99% школ, причем даже в отдаленных горных селах. В школе имени Мирзаджанова в Карасуйском районе впервые в стране была запущена программа «Легкое управление». С ее помощью директор из своего кабинета может видеть, что происходит в классах, как идут уроки, что происходит на пришкольной территории. Специально для этого установили 37 камер, а также громкоговорители. У нас тут все видно и слышно, как на ладони при помощи новой системы. У нас два блока – начальная школа и старший. Не надо ходить из одного в другой для контроля. Также могу наблюдать за ходом урока, все слышать и видеть. Как учитель ведет урок, как отвечают дети. Даже решать на месте некоторые вопросы. Электронную библиотеку открыли и в этой школе номер 105 в Карасуйском районе. Вся необходимая литература теперь оцифрована. Найти нужную книгу можно в считанные секунды, как в ведущих цифровых библиотеках мира. Вчера еще искали книги на полках, а сейчас все быстро через базу данных. За несколько секунд все находишь. Наша электронная библиотека отличная. Все, кто любит читать, идут сюда с большим интересом. Даже те, кто не интересовался чтением. Хотя бы посмотреть, а потом уже тоже начинают читать. Это очень круто. Развитие цифровизации сказалось и на сфере здравоохранения. Пациенты в режиме онлайн могут зарегистрироваться на прием к врачу. На электронное обслуживание в Аше перешел 131 центр семейной медицины и 296 фельдшерско-акушерских пунктов, которые также работают по программе «Электронный рецепт». На электронное обслуживание в Южной столице Иожской области перешли и стоматологические клиники. Вторыми в стране после Иссыкульских коллег. С середины прошлого года ряд больниц, а также стоматологических клиник начали в тестовом режиме переходить на систему электронной льготной крыльцы. ФМС организовал для них обучение, обеспечил технологиями. Сейчас к системе подключаются все больше аптек. Электронная база позволяет обслуживать пациентов в разы быстрее. Также ведем разъяснительные работы по поводу страхования здоровья. Цифровизация страны, качественное обслуживание населения на сегодня приоритет устойчивого развития Кыргызстана, отметил глава государства Сорунбай Джинбеков во время обращения в джигурку Кенеша. Сорунбай Джинбеков В целях ускорения цифровизации стране несколько лет назад был создан комитет информационных технологий государственной связи. Пилотной для него стала система «Тундук». Сорунбай Джинбеков Цифровизация всех сфер жизни – важный фактор, в том числе и для борьбы с коррупцией. Как отметил глава государства Сорунбай Джинбеков, в мире скоростными темпами развиваются информационные технологии. Останавливаться в развитии нельзя, чтобы не отстать от цифрового общества. Даже один день без деятельности может обернуться потерями. Цифровизации страны пристальное внимание начали уделять только в прошлом году. Результат уже очевиден. Открытие новых электронных центров обслуживания населения во всех сферах деятельности. Образование, здравоохранение, правосудие и других. Целом на электронное обслуживание в стране перешла 191 государственная организация. Главная цель преобразований – оказание качественных услуг простым гражданам. Позитивные результаты цифровизации кыргызстанцы сегодня уже начали ощущать на себе. Алена Смирнова, Зайнат Ибраймова, Тайра Маджан, Улу, ЛТР, ОШ.